Здравствуйте! Меня зовут Зинаида Крылова. В литературной рубрике мы говорим о книгах, которые стоят внимания. Есть такая китайская пословица «Тот, кто сажает сад, сажает счастье». По-моему, удивительно точно. Сады в представлении всех древних культур были одной из самых больших ценностей Вселенной. Ну а кто был первым садовником, мы все с вами знаем. В Библии слово сад встречается 29 раз. И до наших дней, да, до наших дней одно из главных свойств сада, любого сада, остается неизменным. Он всегда обустраивался так, чтобы в нем было, как в раю. Побывать в раю читательском у нас с вами есть шанс. Послушайте. Ей вообще было все равно. В самом страшном, самом русском смысле этого нехитрого выражения. То есть действительно все равно. Лишь бы войны не было до лета уродилось. И на каменное это, безнадежное все равно невозможно было повлиять никакими революциями, реформами или нравственными усилиями хороших и честных людей, которые век за веком чувствовали себя виноватыми только потому, что умели мыслить и страдать сразу на нескольких языках, да ежедневно дочисто мыли шею и руки. Это цитата из романа Марины Степновой «Сад». Когда-то я прочитала две ее книги «Женщина-лазаря» и «Хирург». Они мне очень понравились. И потому, увидев новое произведение писателя, я решила прочитать его непременно. И скажу сразу, стоит внимание. Середина девятнадцатого века. Главные герои – семья русских аристократов Борятинских, в которую родилась девочка Туся, поздний ребенок. И ребенок не такой, как все изначально. Ребенок, который, казалось бы, цельную, незыблемую, такую благополучную семью разобщил, разрушил почти до основания. В строгих рамках общества, полного условностей, когда любой в первую очередь принадлежит роду, а не самому себе, Туся вела себя как абсолютно ненормально, даже независимый человек. Роман «Сад» – это история еще и о том, как трудно быть свободным человеком в несвободном мире. Текст Марины Степновой наполнен толстовскими, тургеневскими, чеховскими аллюзиями. И вот так вот, играя в русскую классику, Марина Степнова создает удивительный мир. В нем хочется быть, хочется находиться, его хочется перебирать в памяти по штрихам, по черточкам, по деталям. В нем хочется оставаться, в нем пожить хочется. Эта книга понравится тем, кто любит семейной саги, в ком не дремлет историк, а еще тем, кто ценит и понимает вот тот самый плавный, округлый, ручейной текучести и прозрачности русский язык. Марина Степнова писала вот этот роман 10 лет. Это много, правда. Но вот какой-то вескости, такой судьбоносности, поистине великих произведений, я в нем не нашла. Может быть, просто не заметила. Но меня смутило кое-что. Смутило, как мне показалось ощущение, что этот роман, точнее его окончание, писалось в торопях. Ну или нас с вами ждет второй том. Я искренне очень на это надеюсь. Великий, а он правда великий, замысел романа, на мой взгляд, распался на отдельной, равнохорошей повести. Мать, отец, дочь, сын и брат. И я рекомендую и читать вот эту книгу так же, словно по повестям. А иначе вы, как и я, возможно, будете ошарашены и вопрос «а дальше?» непременно зададите куда-то в небо. Итак, сад Марина Степнова. Хорошая книга. И, пожалуйста, помните китайскую пословицу, с которой я начала. Создавая сады, мы с вами создаем счастье. До встречи!